Всем привет! У меня в руках древнейшие минералы, возраст которых превышает 500 миллионов лет. Это глыбы соли в керамической основе, из которых состоит соляная лампа. Давайте посмотрим, что внутри прибора под этой солью. В помещении, где находятся светильники соли, происходит очищение воздуха от патогенных микроорганизмов, вследствие чего у людей, которые постоянно дышат очищенным воздухом, улучшается настроение, снижается заболеваемость простудами. В большинстве случаев лампы и соли используют в качестве ночных светильников для улучшения качества сна и успокоительного эффекта. Кристаллы соли позитивно влияют на биополе человека. Соль, как драгоценные камни, не только украшает ваш дом, но и дает силы, борется с аллергией, поднимает иммунитет. Все просто! Внутри прибора находится небольшая электрическая лампочка, которая при включении выполняет не только функцию освещения, но и разогревает соль. При выборе солевой лампы учитывается расцветка. Белый обеззараживает воздух, оранжевый успокаивает и лечит. Желтый улучшает работу желудка, почек. Красный бодрит. Розовый дарит жизненную энергию. Как пользоваться? В первый день лампу включают на 30 минут, постепенно увеличивая до 5 часов в день. После того, как организм привыкнет, можно оставлять включенной в течение всего дня и на 6-8 часов в ночное время. Выбор места также имеет большое значение. Соляная лампа размещается в комнате, где чаще всего находятся люди, в спальне или гостиной. Она не только оказывает лечебное действие, но и украшает интерьер. В комнатах с повышенной влажностью устройство использовать не рекомендуется. Наибольшая концентрация лечебного воздуха достигается в радиусе от 1 до 3 метров вокруг светильника. Поэтому солевой прибор принято располагать около изголовья постели или возле бытовых приборов, чтобы устранить их вредное влияние на организм. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч! Всем пока!